Да, друзья мои, здравствуйте, здравствуйте, очень хорошо, очень хорошо, видно, что все соскучились, всех слышно, ну, видимо, сегодня мы будем транслироваться без изображения, хотя вот буквально на секундочку я могу включиться, смотрите, вот он я, и мне даже кажется, мне даже кажется, что звук тоже идёт нормально, и да, а вот видно, и Наташеньку нормально, друзья мои, да ладно, смотрите, смотрите, вот уже нас двое в эфире, и это тоже прекрасно, к большому сожалению, пока нету Виолеты. Я не знаю, что пока произошло, у нас должен быть какой-то специальный корреспондент месту событий, который, в общем-то, ну, может рассказать, как это было и что такое вообще происходит, но что с Виолеттой пока не ясно, это наверняка какая-то волшебная интрига, и всё потом разъяснится, разрулится, и всё, конечно же, будет хорошо. Так, друзья мои, если кто не знает, меня зовут Никита Нисусве, девушку, которая рядом с моим изображением просто мило улыбает, зовут Наташенька Ненормальная. Анатоличка, пару слов хочу услышать от вас прямо здесь и сейчас, сможете ли вы? Меня слышно хорошо, здравствуйте, друзья, я очень рада вас все видеть. Привет, это одно слово, Анатолий, давай ещё хотя бы одно, выжми, и расскажи, как ты, расскажи, как ты, что, как сегодня вот прошло твое утро, Наташенька, понимаешь? Вот, я очень сильно подозреваю, вот у нас здесь сейчас 60 человек, я уверен, что каждый первый знает, что Наташенька Ненормальная, это тот самый персонаж, самый волшебник, с которым всегда происходят всякие разные волшебные истории. Наташенька, докажите, что я говорю правду. Виолетт, вас слышно, вы знаете, попробуйте включить видео, потому что мы с Наташкой пошли на эксперимент, и мы видео включили. Да, Виолетта, я видел её сегодня, и она действительно выглядит хорошо, друзья. Да, глядя на этот чёрный прямоугольничек, вы можете домыслить просто, как выглядит Виолетта, потом добавить ещё 50 пунктов красоте, и вот тогда получите её настоящий внешний сегодняшний облик. Виолетта, безусловно, великолепна, как на самом деле Наташенька и Ненормальная. Меня слышно, а может быть даже и видно, настраивайтесь поскорее, друзья мои, а пока мы своим жизнерадостным коваром и душесчипательным трёпом заполним время. Всем остальным-ка уже, к счастью, с нами. Не виделись, не слышались. Мы со многими действительно достаточно давно. Последний вебинар «Семарон Компот» был у нас страшно подумать уже практически год назад. С тех пор многое произошло. Мы очень соскучились, мы сильно повзрослели. За это время случилось много всякого разного. Вижу по тем сообщениям, которые идут сейчас в чат, что не все могут подключиться. У кого-то нету видео, у кого-то страдает звук. Это нормально, друзья мои. Сейчас у нас происходит первое, впервые на долгое время вебинар. Но я сразу с уверенностью и удовольствием хочу сказать вам, что в ближайшее время мы допустим целый цикл вебинаров. Поэтому сейчас давайте относиться к происходящему просто как своего рода демонстрации, просто своего рода тренировки, подготовки к тому сюрпризу. А это действительно сюрприз, который мы для всех, для вас подготовили. Друзья мои, очень скоро мы про этот сюрприз расскажем. Ну как скоро? В конце нашей сегодняшней встречи, когда более-менее настроится звук, изображение и все-все-все остальное. Я уверен, что всем это безусловно понравится. То наше соображение, то, что мы придумали. Один из ведущих, даже Виолетточка, наша замечательная, единственная, неповторимая даже Виолетточка, Вот Виолетточка, никак не может присоединиться к нам в полном смысле такого. Виолетточка, ты снова ссор. Ченый квадрат появился. Где? Дорогая, я понимаю, я понимаю. Виолетточка, ну я не знаю, просто иди прыгни с унитаза прямо здесь сейчас. Ты меня слышишь? Да, Наталья, я тебя слышу. Большой чунь, Наташа, большой чунь, вместе на экран. Да, я слышу, да. Руки к экрану, Никита. Чунь, Наталья. А, да, да, это, кстати, нормально. Да, друзья мои, смотрите, вот Наташенька, нормально, я сейчас демонстрирую эту очень простую фигуру. Давайте все вместе, просто все вместе вытирали ладошки и протянули их к экрану. На счет три, четыре, нам всем вместе нужно сказать слово, что ничего, если это будет не синхронно, но тем не менее, каждый сейчас вытянул свои пальчики к монитору и задача отправить волшебный чунь прямо к Виолетте, для того, чтобы она, наконец, приз, безусловно, веселый, но с Виолеттой будет еще лучше. Вот Натальичка сообразила. Наташ, пока Виолетта подключается, готовь историю. Я знаю, я вижу, что ты хочешь рассказать, как хотя бы слышно, понимаешь, потому что... Друзья, какая-то, какая-то вот чуньевская штучка, меня хотя бы слышно, это уже радостно. Было видео, сегодня любовалось с собой, но, видите, не сильно получилось. Дайте хоть слово сказать, как же я по вам соскучилась, друзья мои, целый год, целый год, представляете, у нас не было с вами таких вебинаров, таких встреч, и вот эта долгожданная встреча, и бог с ним, с видео, без видео, разберемся по ходу пьесы. Нам радостно, что вы с нами, и нас будет очень много, все люди еще будут подбывать, приходить, присоединяться. Друзья, сегодня мы с вами поговорим об интересных вещах, сегодня мы озвучим вам новые муречки, которые придумал клуб волшебников. Нам очень радостно вас здесь и видеть, и слышать. Очень интересно, кто с вами сегодня здесь первый раз, пожалуйста, поставьте плюсики, я первая. Это слишком мелкое слово для того, что было приготовлено. И вот пошли новички, новички пошли. Ох, привет, ребята! Оп, я на стол. Да, друзья мои, мы то пропадаем, то появляемся, это тоже нормально. Мы с Виолеттой вот так вот вместе вдвоем первый раз собрались в этой комнате для конференции, и пока мы еще не можем прийти к консенсусу, как же нам говорить так, чтобы один говорил, другой его слушал, для того, чтобы мы звучали синхронно. Да, я вижу много плюсиков, значит, действительно много тех, кто впервые, и это здорово. Но великолепно совершенно, и это замечательно, потрясающе. Можно отметить, что много и тех, кто с нами далеко, далеко не в первый раз. И это тоже здорово. Друзья, у нас сегодня с вами тема «Понедельник начинается в субботу». Вот такая необычная, интересная, вы должны бы читали, давайте, с Тулгатских. Совершенно волшебно-удивительные произведения у них. И сегодня у нас такая интересная тема, и мы с помощью такой темы решили поговорить о волшебстве, о том, что иногда, никогда не поздно начинать что-то делать в своей жизни, никогда не поздно начинать жить, никогда не поздно начинать просыпаться, ворваться из мамы, когда не поздно играть. Друзья, мы вообще, в принципе, книжка «Братьев Стругацких» про то, что «Понедельник» начинается в субботу, она вообще, в принципе, о чем? Я вот очень сильно ее люблю, я очень сильно люблю и «Братьев Стругацких», и книга, как ни странно, она о любви к работе. Но само вот это вот соцсуществление «Понедельник» начинается в субботу. Это что значит? Это вроде как выходных нет. Но вот в советское время, да, действительно, это было очень классно, что вот так вот можно. Но мы решили использовать это название, этот заголовок немножко в другом ключе, что действительно начинать никогда не поздно. Если ты решился, если ты вот считаешь, что какой-то новый период может начаться в твоей жизни, то всегда можно взять, так сказать, быка за рога и сделать со своей жизнью абсолютно все, что только хочешь. У нас совершенно удивительная космическая связь между собой. Я честно вам скажу, Вадим Шабунев, ничего себе, привет, как я рада тебя тоже здесь видеть. Друзья, друзья, ничего себе, реально все здесь, мы прям вас собрали со всего света, очень круто. А если меня сейчас слышно, Вадим, поставь еще ключик, пожалуйста. Спасибо большое, да, хорошо меня слышно, это чудесно. Вы знаете, сильно теряется связь, я, признаться, не знаю, что говорил только что Никита, но сегодня разговор на ощупь, мы так вот ощупываем пространство, пытаемся понять, кто только что говорил. Очень надо слышать, это совершенно взаимно, друзья мои. У нас сегодня такая тема интересная, про кондирект начинается в субботу, Никита, должно быть, пару слов об этом сказал. Мы хотели с вами поговорить про игру, и раз вы меня сейчас слышите, можно с вами, собственно, об этом и начать уже говорить. Я вижу, что у вас хорошо получается писать, замечательно. Вот скажите, пожалуйста, друзья, что для вас игра в вашей жизни, да, что такое игра в вашей жизни. Может быть, раздорный ответ, может быть, короткий. Пишите, как вот ложится, что для вас игра в вашей жизни, да, что это такое, что она вам дает, как вы ее воспринимаете. Пишите, мы с удовольствием с вами пообщаемся на эту тему, потому что это большая тема, она очень обширная, она охватывает огромное количество различных совершенно сфер, несмотря на то, что мы привыкли воспринимать игру как мечта, то, что связано с детьми, да. Детские игры часто мы привыкли сожигать, не совсем так. Что вы у нас тут пишете? Что-то интересное, увлекательное, да, игра, вся жизнь игра, да. Действительно, есть такое у нас восприятие, что вся жизнь игра, и, пожалуй, оно такое универсальное, оно очень помогает ко всему относиться сильно серьезно. А вот игра – это детство, радость. На детстве есть такие ассоциации, что игра – это то, что связано с детством, потому что это совершенно непосредственное состояние, легкое, радостное, счастливое. Вижу, что еще интереснее жить с игрой, да. Радость приносит, безусловно, саморазвитие, да. То есть если мы хотим где-то развиваться, игра нам в этом смысле очень помогает. Вот хорошее настроение, позитив. Возможность уйти в другой мир, да, супер, очень интересно. Игра – процесс безважности. Движение, стимул, развлечение. Игра – инструмент для легкой, сбычи мечты. Конечно, сбычи желаний, говорит Алиса. Оказывать антегрозные игры не всегда в них комфортно, а какой-то из них неизвестно. Вера, интересный вопрос поднимаешь. Я к нему прямо вернусь, сделаю сейчас себе такую пометочку, что у нас Вера дает такое интересное направление в рамках игры. Ну, смотрите, игра, действительно, это не только процесс и обучение, и развлечение, да, как мы привыкли с детства. Игры могут быть совершенно разными. Мне нравится интересная концепция Димчога Вадима, да, для тех, кто его знает. Это такой товарищ, более известный для некоторых, как Купитман из интернов. А вообще такой крутой, интересный дядька, который создал свою концепцию по игре. И мне очень нравится, знаете, у него есть такая фраза, он говорит, мы играли вам 20 миллионов лет, чего я могу бояться. Он говорит про то, что мы в любой момент можем включить ту роль, которая нам нужна в данный конкретный момент времени. И мне очень нравится такой пример. Я очень хотела бы, чтобы сейчас было видео, конечно, я бы его отыграла прям вам, да, про роли Веры и вот в эту же тему в твоем. Вы знаете, представьте сейчас весь ситуацию. Давайте подключайте воображение, подключайте. Представьте себе ситуацию. Женщина ругается на мужчину своего. Она говорит, вот, как ты мокрая, такая со слезами на глазах. Там что-то такое ему говорит, очень такое негативное. И вот мой друг, она видит себя в зеркале, а у нее, знаете, как локон неправильно лежит. И она так, знаете, раз на себя в зеркало такая посмотрела, локон поправила и продолжила ругаться на мужа. И вы знаете, это про то, что мы свою роль, вот она в этот момент, роль какая, играющая, такая, как бы это сказать, ругающаяся жена, да, ругающаяся жена такая у нее роль. И самое интересное в том, что она осознает себя, как ругающая женой. Она проверяет, хорошо ли я выдерживаю этот момент, достаточно ли я хорошо это отыгрываю. Если мы осознаем те роли, в которые мы играем, мы можем их менять. И такая очень интересная начинается игра, когда в любой момент времени мы можем подключить ту роль, которая помогает нам справиться в ту или иную секунду. У меня интересный такой пример был в жизни. У меня был начальник Олег, такой, знаете, лысый конкретный мужчина, 40+, 2 метра плюс, все плюс. И знаете, такой интересный момент был. Я единственная, кто смогла найти с ним общий язык, потому что все остальные выходили от него со слезами на глазах, а мне как-то надо было с этим справиться. И что я делала? Я превращалась в девочку, и я говорила, Олег, Борлова, какой профессионал, конечно, посмотрите вот эти тесты, было бы здорово, и все в таком же духе. И вы знаете, самое интересное, что сработало, получилось. И реально вот эта вот девочка вызвала его, и совершенно другие эмоции, совершенно другую роль включила в нем. Потому что он начал говорить, «Ме, олеточка, ну, душа моя, ну, что же ты? Ну, вот здесь вот надо вот так, а здесь вот так вот сделать». Ну и так далее. И действительно, вот такая вот смена ролей в этом смысле привела к такому позитивному результату, и это не только здесь. Понять здесь ли я? Я сам не знаю. Отлично. Отлично. Никитичка, присоединяйся, я тебя слышу. А пока Никита не присоединился, да, что у нас еще какие-то интересные истории? Да-да-да, это очень хорошо, что ты слышишь. Я очень подозреваю, что звук все равно, он очень запаздывает, запаздывает, но тем не менее, тем не менее, мы действительно будем стараться как-то говорить по очереди, видимо, несмотря на то, что происходит. Я читаю комментарии, я слушаю тебя, мне очень нравится, безусловно, что ты говоришь. Вот мне из всего, что написано, мне очень понравился замечательный ник, во-первых, Кру Казямба пишет, что игра – это процесс без важности. И вы знаете, друзья мои, это, ну, это, да, тоже очень правильное такое замечание, наблюдение. Вы знаете, например, на презентационном занятии, да вообще, если даже оттолкнуться от занятий, просто так повспоминать, как люди, которые вроде бы очень взрослые, вроде бы очень ответственные, с семьями и со всем остальными, если им предложить прииграть во что-нибудь такое очень простое, очень незатейливое, очень забавное, как быстро порою мы забываем обо всей важности, которая лежит на наших плечах, мы теряем вот эти вот огромные длинные галстуки, огромные вот эти вот, как Виолетта сказала, да, там большой рост, там свой статус и так далее. И как быстро на самом деле мы вспоминаем, что в какой-то момент, может быть, не так давно, но, может быть, конечно, кто-то совсем уже и позабыл это. Но, тем не менее, вот, у меня в детстве был друг, который очень торопился подрослеть, действительно, очень торопился вырасти. Я не знаю, по каким причинам. У него, ну, наверное, у него были достаточно строгие, достаточно взрослые родители, конечно же, это вопрос картин мира, ну, и, в общем-то, он тоже стремился поскорее занять определенную нишу в мире взрослых. Он всегда говорил достаточно низким голосом, он все время пытался вести себя как-то очень по-деловому и так далее. Сейчас он, ну, если мы начинаем играть в какую-то игру, мы прекрасно знаем, что вся вселенная идет к нам навстречу, и действительно мы постепенно, эта игра становится частью нашей жизни. Это тоже, кстати, очень интересный вывод, интересное наблюдение, которое я бы хотел, чтобы все понимали, друзья мои, как только мы начинаем играть во что-то, наша жизнь начинает меняться именно в этом направлении. Так вот, сейчас он большой начальник, сейчас он большой директор, поэтому можно с уверенностью сказать, что его игра стала, ну, явью, его игра стала, ну, вот, действительно, его жизнью. Другой разговор, что для меня он навсегда останется, я не знаю, там, семилетним, восьмилетним моим одноклассником, и когда я вижу, как он общается со своими подчиненными, очень по-взрослому, очень по-деловому, очень с позиции начальника, меня всегда тянет над ним, ну, немножко посмеяться. Так что, ну, это, знаете, к вопросу, что что-то, какие-то наши образы не меняются. Но, тем не менее, если уж мы пришли, пришли вот к этому, да, я хочу еще раз повторить очень простую истину, которая, как мне хочется надеяться, действительно, действительно станет частью нашей жизни. Если мы играем, например, если мы привыкли играть в то, что мы несчастливы, в то, что у нас все плохо, в то, что мы много и часто грустим, эта грустинка проникает в нашу жизнь, и от простой игры мы постепенно переходим к тому, что мы действительно начинаем, у нас действительно появляются реальные поводы погрустить. И наоборот, к счастью, тоже... У меня что-то завидло. А меня слышно? Сегодня волшебство на волшебстве, друзья. Мы передаем друг другу так вот по волшебному словам. Один другому, третий следующему. Да-да-да, вот так вот. Я подхватываю Никиту, подхватываю Наташу. Основная задача не вписываться в чужие игры, если не хотите в них играть. Организуйте свои правила, свои игры, другие роли помогают другому человеку выключиться, что ли, или понять, что в этот момент вы не хотите играть в его игру, если вы дадите ему определенную реакцию. И это, на самом деле, очень интересный момент. Знаете, у нас на одном тренинге было такое интересное задание. Мы молчали два часа. Но мы не знали о том, что мы будем молчать два часа. Просто пришли, поняли, что тренинг начался, все молчат, тренер молчат, и все вроде как бы нормально. И тут так интересно, знаете, каждый дальше сам выбирал, а что, собственно, он будет делать. То есть он будет дальше молчать, медитировать, или он будет, не знаю, ходить, говорить, что-то делать, танцевать. И, знаете, это был один из самых интересных опытов тоже, наверное, в моей практике, потому что я решила впервые выбрать молчание. И так интересно, многие люди не выбрали молчать, многие люди выбрали говорить. То, что было для них непривычно побывать в другой роли. И самый интересный момент заключается в том, что, представьте, вскакивает один молодой человек и говорит, я не понимаю, мы чего-то конкретного с вами ждем, почему вы все молчите, почему вы делаете вид, что вы понимаете, что происходит. Естественно, никто не понимал, что происходит, но каждый в этот момент выбрал что-то делать и каждый выбрал что-то делать свое. Абсолютно уникальнейший опыт, знаете, когда человек сидит и принимает решение, а я что, буду молчать, или я что, буду говорить, я буду вставать, что я буду делать вот в этой тишине, когда ведущие не говорят, что нужно делать, ты сам выбираешь. И удивительный момент, молодой человек, он начинает других включать в свою игру, вставайте, вы что, зря пришли на тренинг, зачем вы здесь сидите, вы там заплатили столько денег. И люди начали вставать, танцевать, что-то делать, ходить, допрашивать других. Это было два часа вакханалии. Внутри меня просто реально пели понтаны. Я плакала от кайфа, от того, что происходит вокруг, потому что свой выбор я сделала. И удивительный был момент, представьте, сидит человек молчит полтора часа, его никто не может выйти из колеи, как бы его там не пытались затянуть свою игру. И тут, значит, молодой человек, такой, знаете, таким пронизывающим вопросом говорит, ну и что, ты так и будешь до конца жизни сидеть, скажи мне, так и будешь. И человек, наверное, полтора часа молчал, и тут взрывается, и говорит такой, а я скажу тебе, почему я сижу. И, значит, монолог, все потом диалоги, и понеслась. И, понимаете, интересный момент в том, что это действительно был потрясающий наглядный пример того, как человек включился в чужую игру, нет, ну в свою. Ему захотелось вот в ту игру поиграть, где они сейчас будут перекидываться вот такими вот фразами, знаете, прямо из фильмов. Самое интересное было все-таки для тех, кто остался молчать, кто выбрал для себя такой интересный опыт, понаблюдать за тем, что происходит изнутри, со стороны, и для тех, кто доиграл в свою игру до конца. Просто основной, пожалуй, инструмент здесь заключается в том, что, как всегда, у нас с вами осознанность на первом месте стоит. Если мы осознаем свою роль, или осознаем, что сейчас происходит, какая игра происходит, ты или создаешь эту игру, или тебя втягивают в эту игру. И если мы это осознаем, мы можем всегда что-то изменить, мы можем изменить свое состояние, изменить свою реакцию и так далее. То есть, соответственно, и ситуацию можем поменять, и обернуть все в свою пользу и сторону, если мы в осознанности. И реально это такие интересные вещи, когда ведь бывает так, что игра нас уносит так, что и там и не пахнет осознанностью, да. Но это немножко другая игра. Это не такие нечеловеческие, скорее, игры. Слышно и все понятно, все чудесно, да. Это такие нечеловеческие, игры, знаете, а больше, когда мы сейчас будем уже говорить про игры, которые связаны с состоянием, когда очень хочется жить, радоваться. Это вот когда вы идете, не знаю, по улице, да, вот смотрите, и умилые лица вот этой матрицы видите, и как-то так грозно, и думаешь, блин, ну что за фигня-то такая. Но вот самый вот в этот момент, если что-нибудь сделать, реально игровое, все совершенно пойдет по-другому. Я очень люблю одну из своих историй такого рода. Я езжу в метро, грустные лица, жалко, не могу вам показать, но, знаете, очень смешной был момент. Значит, стоит молодой человек с девушкой, где-то в метрах пяти от меня в вагоне, в серединке, общаются между собой, и я на них как-то посматриваю, так я мужчине улыбаюсь. Ну, так мне как-то игриво было. Ну, мужчина, значит, разговаривает с женщиной, через какое-то время поворачивается ко мне и показывает мне язык, так полноценно, знаете, прям, поворачивается к ней обратно и продолжает разговаривать, как ни в чем не бывало. У меня шок. Я, значит, приготовила язык, все, я жду, пока он повернется обратно. Он поворачивается, я показываю ему язык, он в ответ мне вытаскивает прям целую лопату и просто инвентарь не выходит из вагона, и я не успеваю ответочку ему кинуть, а за нами уже пол вагона ржет, реально просто в открытой, то есть никто не понимает, незнакомые люди показывают друг другу языки, приличные, между прочим, понимаете, они реально там в костюмах, в галточках, ну, просто реально, наверное, парень из наших такой. И вот они выходят из этого парочка, и я в этот момент стучусь прям ровно, как перед тем, как отъехать, я стучусь в стекло, он поворачивается, и я показываю ему язык с таким удовольствием, они начинают все ржать и уходят. И знаете, я такая ликующая, реально прыгаю, и в этот момент поворачиваюсь и понимаю, что я осталась тем самым вагоном, который до сих пор ржет, и продолжала наблюдать за нами, еще после того, как ребята вышли из метро. И таких историй просто навалом. Я даже не успеваю их не записывать, не запоминать, хотя вот какие-то любимые есть у меня, да. Это когда мы включаем игровое состояние, мы начинаем играть с мирозданием, а мироздание только и ждет, чтобы мы с ним поиграли. И знаете, самое интересное в том, что если мы запускаем игру, я хочу погрустить, оставьте меня все, отбилу, мы обязательно останемся одни и с удовольствием погрустим. Вселенная даст нам такую возможность на все наши запросы. Вот это очень важная информация для тех, кто, может быть, не слышал ее, или кто не знает. Вот, запомните раз навсегда. Если у вас включается состояние, то на это состояние вам обязательно игру какую-то предложит Вселенная. Мне был интересный момент, в этом году у меня была свадьба, я вначале к ней готовилась вот так вот на ланте, я такая хей-хей, я сказала свадьба, а потом реально включилась в игру, вот эта вот, знаете, невеста в подготовке. И побежала туда, сделала вот это, отправила, сделала, купила, знаете, вот этот бесконечный водоворот. И вот, значит, день свадьбы. Рисуйте себе картинку, день свадьбы. Значит, я выхожу, вниз спускаюсь с вещами, все, еду на такси, на место своей подготовки. Значит, там макияж, все дела. Мы такая счастливая, а, знаете, а такси не приезжает. А такси сообщает, что у них как бы нет свободных машин, и как бы вот так. Я, значит, звоню и говорю, значит, так, если в течение 10 минут у меня здесь не будет машины, я в течение 5 минут вас найду. И, вы знаете, и вселенная тут же ответила мне такой обраточкой, но как только я включилась в роль бешеной невесты, роль бешеной невесты, мне тут же, просто тут же обратка от вселенной прилетела на тему, хочешь быть бешеной невестой, ой, я тебе организую, день бешеной невесты. И это всегда так, да. То есть мне, конечно, за все взрулилось, я тут же поняла, что я как-то лихо дала, я пошла раздавать людям конфеты, желать им всем счастья, добра, удачи, там, поздравлять их со своей свадьбой, это было очень мило. Такая невеста, знаете, с хвостиком на голове, еще такая ни разу не готовая, подходит человек, дает ему конфеты, говорит, зло моей свадьбы, поздравляю. Ну, людей вызывало очень много улыбок, радости, и, конечно, меня тоже отпустило, я расслабилась, поняла, что все равно все сложится, все круто, и так, как надо. Действительно, все было здорово, и догонялки, и я реально понимаю, что это те догонялки, которые вот с утра я запустила, от бешеной невесты, они мне в течение дня пару раз пытались догнать, но не догнали, не удалось. Все равно свадьба прошла здорово, было весело и так далее. Можете меня поздравить, ну, что вы все молчите, я же знаю, вы хотите. Думаю, что вы реально молчите, это где-нибудь, смайл какой-нибудь, хей-хей, я не знаю. Тоже, наверное, я очень вовремя, но, тем не менее, давай, давай, мы очень понадеемся, очень понадеемся, так вот, смотри, ты замолчал, это значит, что, скорее всего, мой голос даже дошел. Ну, вот смотри, ты реально рассказал очень крутую вещь, да, действительно, я очень сильно подозреваю, что здесь люди, которые ходят на тренинги, которые посещают тренинги, которые, да, действительно, которые много на тренингах. Друзья мои, смотрите, у меня вот такой вот вопрос возник, давайте мы вместе подумаем, порассуждаем. Вот в тот момент, когда ты действительно осознаешь, что игра твоя, которую ты сейчас вот играешь, во-первых, ты понимаешь, что это просто игра, что ее можно, ну вот, отключить каким-то образом, что тебя более того не устраивает, как вот в истории с Виолеттой, да, я не хочу играть в эту самую бешеную невесту, я хочу, чтобы снова рядом со мной было волшебство, чтобы снова весь мир отозвался мне чем-то радостным, хорошим. Каким образом, друзья мои, давайте вместе подумаем, каким образом можно игру, которая тебе не нравится, прервать, и каким образом вместо этого, на смену этой игры, может пойти что-то более приемлемое, что-то более хорошее, что конкретно можно сделать. Вот у вас, может быть, есть какие-то истории, какие-то случаи, действительно, как можно сделать так, чтобы в вашей жизни присутствовали были только те игры, которые вам приемлемы, которые вам нравятся, которые действительно вам подходят. Может быть, да, кто-то сейчас напишет свой вариант, но пока действительно, давайте я, наверное, тоже поделюсь каким-то своим опытом. Да, порой бывает так, что ты понимаешь, что вот сейчас ты, ну, я не знаю, разозлился, рассердился, совершенно по-напрасному. Написать стих, да, ну, вот кто-то, хороший вариант, да, Катя, вот отличный, отличный вариант, предлагает. Ну, а для чего? Вот это тоже, да, так интересно. Написать стих с какой целью? Ну, вот ты садишься, берешь бумагу, и вот о чем ты пишешь стих, да? То есть ты понимаешь, что игра, которую ты сейчас ведешь, которая, ну, вот сейчас происходит, она совершенно тебе не подходит. Ты берешь бумагу, ты начинаешь писать стих. О чем оно будет? Я думаю, из этого надо сделать игру. Да, это, это тоже такой хороший вариант. Так вот, друзья мои, да, смотрите, в тот момент, когда ты действительно понимаешь, что эта игра тебе не нравится, эта игра тебе не подходит, есть же, существуют способы, их достаточно много. Есть те люди, которые так или иначе занимаются волшебством, они наверняка им известны, это различные фразы, различные способы, я не знаю, физические тренинги, психологические тренинги, какие-то очень маленькие, очень легкие помогалочки, которые позволяют вернуться. Вот улыбнуться, да, Наташа очень хорошо пишет. Самый, наверное, простой способ, самое главное, да, это действительно найти в себе силы, чтобы именно в этот момент, именно в этой ситуации взять и улыбнуться. Причем, знаете, что самое главное, если ты улыбнешься не просто, как бы, сам себе, скорее всего, скорее всего, эта улыбка действительно будет несколько вымучена. А вот если ты к народу пойдешь, к другому совершенно, знаете, просто выйдешь на улицу, встретишься со знакомыми, или даже, может быть, незнакомыми людьми, вот как Виолетта сейчас рассказала, да, случай из метро, когда просто совершенно незнакомый человек начинает себе улыбаться в ответ, и это тоже, как только она тебе действительно необходима. Самая главная задача здесь, в этой ситуации, ухватиться, потому что, наверняка, и в вашей жизни, ну, я как, я про себя, да, могу это рассказать, это действительно, сплошь и рядом происходит, когда у тебя, когда у тебя кошмарное настроение, бывают всякие разные упадки, и кажется, что ничего не получается, кажется, что просто земля выпадает из ног, я знаю очень простое, нужно, самое главное, не сидеть в этом болоте, самое главное, нужно взять и выйти к тем, кто с большим удовольствием вытащит тебя из этих проблем, простым разговором, но самое главное, да, действительно, отвлечься. Давайте я посмотрю, почитаю варианты, которые, которые вы здесь, переименование, вот если, да, действительно, вы знаете, знакомы с какими-то техниками, переименование, очень здорово, стих про смену роли, да, это было бы классно взять и написать, но вот вариант просто улыбнуться, он мне очень сильно понравился, но я считаю, что, ну, вот чтобы поверил, ты сам поверил в эту улыбку, но, ну, нужно, чтобы рядом кто-то еще присутствовал, Наташенька хочет рассказать историю, дорогая, тебя, к сожалению, не слышно, к очень большому сожалению, я не знаю, попробуй, знаешь, что сделать, попробуй выйти и зайти снова, вполне возможно, что... И тут Никитушка говорил, исчез Никита, Виолетта появилась, сегодня, вы знаете, так из одного цветка вышел другой, а из этого цветка третий, и вот так вот по очереди мы будем, сейчас Наташку тоже подтянем, она, как всегда, рассказывает совершенно удивительную, чумачечью историю, такой удивительной своей энергетикой, мы ее дождемся как-нибудь, и она там как-то объявится, и даст нам, значит, она готова рассказать свою историю. Да, в продолжение темы, собственно, наших игр, да, и того, какую роль они играют в нашей жизни, еще хочется сказать следующее, что игра, это же еще и, ну, большой наш ресурс, огромнейший ресурс, и у вас есть возможность пользоваться этим ресурсом, по сути, каждый день, да, я часто рассказываю эту историю, она тоже похожа на ту из метро, но такая тоже очень клевая, как раз вот в тему того, о чем мне теперь закончили говорить, я выхожу из дома, за окном, льет, темно, несимпатично, грустно, и вообще прям все, прям все плохо, я, знаете, я еду в маршрутке, и мне так грустно, и вроде нет повода для грусти, а грустно вообще нереально, я смотрю в окно, и вот перед тем, как выйти из маршрутки, я взялась силами, знаете, прям вот собралась, и что происходит дальше, друзья мои, я вот поверачиваюсь к маршрутчику, не знаю, на чем вы там остановились, я поверачиваюсь к маршрутчику, говорю, знаете, вот хорошее вам сегодня дня, знаете, время из последних сил, он поверачивается, у него был такой шок, знаете, как будто никогда в жизни, желание хорошего дня, он мне даже слова не смог сказать, но настроение-то улучшается, и у меня такой реально, такой поток, я думаю, вот здорово, я спускаюсь на метро, и тут, как чихну, прям вот на весь переход, и вот на этот момент пробегает, у меня парень такой, знаете, молоденький, симпатичный, и говорит такая, а, будь здорово, спасибо, я думаю, прикольно, и настроение увеличивается, улучшается, я спускаюсь вниз, уже все, сажусь в вагончик, уже вот вроде даже улыбаюсь, и все так здорово, и в этот момент вагон сильно трясет, и у меня падают два парня, вот реально падают, это вот я сейчас не преувеличиваю, то есть у меня было ж больненько, и они так поворачиваются, ой, девушка, да простите, извините, да мы так не хотели, а у меня, мне так смешно, я говорю, ребят, да, не переживайте, я вам на спину уже плюнула, все, ребята в покате, мы ржем до слез, и когда мы это не поворачиваются, я говорю, девушка, хотите шоколадку, я говорю, ну конечно хочу, они угощают меня шоколадом, и у меня задался весь день, то есть везде перло, весь лоб, все получалось, но только потому, что в один момент, я просто чуть-чуть себя пересилила, и сделала что-то, в тот момент, несмодственное человеку, который выходил, знаете, с опущенными, а можно я историю скажу, пока я не пропала, ты мне даешь, да, да, я не пропала, пожалуйста, я сейчас, ну я рассказываю, да, я хотела рассказать историю, именно про то, как, да, как можно выйти из состояния, да, когда вам, ну вот, Виолетта рассказывала, да, историю, что у нее было плохое настроение, а у меня тоже крутая история была, ко мне приехала девочка и говорит, слушай, у меня в жизни все очень и очень плохо, и мне настолько прямо жить не хочется, ну вот, я говорю, ну давай, просто поедем по Питеру гулять, и говорю, а там как пойдет, и мы с ней поехали в Питер, я пушки не жрел, и поехали по Питеру гулять, мы гуляли, гуляли, у меня тут идея приходит, я говорю, слушай, Ксюша, давай с тобой, мы справим день рождения, отпразднуем, просто вот, ну, отордемся, Она говорит, давай. И мы пошли по датам. Ну, там очень было много историй веселых. Значит, мы проходим около магазинчика кондитерской. Я говорю, нам надо с тобой до рождения справиться как-то, ну, по-нормальному. А у нее еще было такое, что у нее и лично она не очень, и с деньгами не очень, и как бы вообще не очень. Ну, вот я говорю, пошли, я говорю, купим с тобой торт. Я говорю, клево было бы перейти с капустой, но чтобы еще поперла тебе и финансов. Так, мы заходим с ней в магазин. Я говорю, девушка, нам, пожалуйста, вот этот тортик, нам, пожалуйста, пирог с капустой. А я говорю, а можно в вашем магазине справить праздник нам для рождения? Она говорит, конечно, девчонки, заходите. Ну, вот мы зашли. А я говорю, а может быть у вас еще и свечи для тортика нашего есть? Она говорит, конечно, есть. А я смотрю на нее и говорю, слушайте, а я откуда-то вас знаю? Она говорит, может быть. Ладно, мы справляем для рождения у нее такой в уголочке около аквариума. Мы ее зовем, она с нами эта женщина пустит. А потом она и говорит, слушайте, а я вас знаю. И когда у нас был курс, еще проходил клуб волшебников, был на Василии Островской, мы с Никитой перед каждым занятием приходили туда. Я трескала картошку пирожную с капучиной, и Никита там постоянно тоже какие-то пирожки ел. Она говорит, я помню, что вы всегда приходили с не очень нормальным мальчиком, ну вот, и кушали сладостью. Мы с ней там переобнимались, вы такие клевые были. И у нас такая поднялась волна. Очень так круто это пошло. Мы выходим и видим, что едет мужчина на велосипеде, а велосипед сделан из кровати железной, старинной. Ну вот, и нас еще больше поперло. И вот так у нас закрутилось-закрутилось, мы стали деньги находить. В общем, вот так мы закрутили поток, крутой очень. Так что вот так. Ну-ну-ну-ну. А чего, я одна, что ли, здесь? Никита, подключайся. А то сейчас я буду еще историю рассказывать. Начинаю тогда рассказывать историю про... Потому что много, вы еще эту историю, наверное, не знают. Рассказываю историю про мою подружку, которая, кстати, тоже находится сейчас здесь. Ну вот, история волшебная. Ну вот, у меня один раз... Ну, есть подружка, с которой мы 12 лет дружим. И она иногда... Ну, у нее тоже была подружка. Она говорит, Наташа, помоги, пожалуйста. Вот у нее такая ситуация. Она 7 лет встречается с мужчиной. А у нее... Ну, и... А он женат. И у нее за это время родилось уже там трое детей. Ну вот. А она к нему так прилипла, прилипла. И вот, ну, 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 в общем, любых звали. В общем, никак ей не оторвало. В общем, она эту Наташу приводит ко мне. Наташа спрашивает. Она говорит, Наташа, ну, помоги. Вот я не знаю, может, мужчину мне как-то, ну, ты манишь. Мне реально было лень что-то придумывать. Я говорю, слушай, Наташа, у меня волшебное окно намоленное. Я говорю, ты встаешь, показываешь туда пятую точку, и, говорю, все, у тебя сбывается. Ну вот. Ну, в общем, Наташа меня послушала, все встают, тут Юля ко мне заходит. И говорит, что вы тут делаете? Я говорю, да вот мы мужчину приманиваем. Она говорит, ты можешь сказать, если я хочу трехкомнатную квартиру. Я показываю сейчас жопу в окно, у меня будет квартира трехкомнатная. Я говорю, да, Юля будет. В общем, Юля залезает. Все там, ну, проделывает. Ну, и что вы думаете? Через три дня на месяц, говорит, Наташа, так что это ритуал очень крутой. А лучше эти ритуалы проводить в общественных местах. Оп, оп, оп. А вот включился я. Короче, мы разгадали, похоже, что систему этой безумной совершенно вебинарной комнаты должен быть один спикер. Когда один человек говорит, все вроде более-менее нормально. Давайте убедимся на всякий случай, слышно ли меня. Поставьте хотя бы один плюсик. Мне этого, в принципе, будет достаточно. Прямо... Ну, так в смысле, прям голую. На самом деле, я очень сильно удивляюсь, если вы до сих пор не слышали этой истории. Наташа сказал совершенно правильно. Это настолько классическая история. Если, опять же, я правильно услышал, сейчас вы этого не знаете, я раскрываю вам маленький секрет. Наталья сейчас не дома. Наталья сейчас в гостях. И если я правильно услышал, она сказала, что эта самая подруга, героиня данной истории, сейчас сидит прямо рядом с ней. Я хочу, пользуясь случаем, просто передать... Если это так, я хочу передать привет Юле. И, друзья мои, вы тоже можете это сделать прямо здесь, в чате, так сказать, в прямом эфире. Написать «Привет, Юля! Отлично!» Голая попа или что-нибудь в этом роде. И договаривая, да, за Наташеньку, эту прикольную волшебную историю, да, действительно, можно подойти к любому окну, в любой компании. И можно показать все свои прелести, загадав при этом жмани. Но об этом обязательно поговорим в какой-нибудь... в какой-нибудь другой раз, друзья мои. Потому что, как я говорил в самом начале, у нас есть потрясающая идея, как нам с вами встречаться почаще. Но прежде чем мы расскажем о ней, я бы хотел еще... еще все-таки затронуть вот такую тему, которая мне тоже очень важна, которая мне тоже очень нравится. Я люблю играть по-разному. Я много работаю и с детьми, и со взрослыми. И я, знаете, что заметил? Как только ты начинаешь игровой процесс, тебе просыпается какой-то совершенно другой человек, какое-то совершенно другое существо. И действительно жизнь кажется приятнее, легче. То есть я действительно видел, как очень взрослые, очень серьезные люди... Это, вы знаете, это не касается тех же самых корпоративов, когда это состояние достигается путем принятия большого количества алкоголя внутрь. Это действительно искренняя, чистая, светлая, радостная эмоция. Так вот, внутренний ребенок просыпается просто с того, что ты начинаешь играть так или иначе в какую-нибудь игру. И это тоже здорово. Могли бы вы сейчас, друзья мои, я всегда, знаете, мне вот нравятся вот эти вот интерактивы, мне очень приятно, когда вы пишете, когда вы отзываете, когда вы откликаетесь. Могли бы вы прямо сейчас в чат вкинуть какой-нибудь ваш последний случай, очень коротко может быть описанный, когда вам удалось почувствовать и ощутить этого самого внутреннего ребенка у себя внутри. Если есть такая какая-нибудь история, которая, ну вот, прямо у вас на слуху, которой вы хотите поделиться со всеми окружающими, чтобы тоже все остальные прониклись и позавидовали вам, какой вы обалденный волшебник, как вы умеете веселиться, развлекаться, какая классная, может быть, история произошла в вашей жизни, пожалуйста, очень коротко, если не затруднит, если есть такая возможность, опишите этот случай, скиньте нам его прямо здесь, сейчас. Ну, а я пока хочу рассказать такую вещь. Мы как-то выезжали на базу отдыха вместе с несколькими... Это так и называлось, мы играли в игру. Мне очень сильно запомнилось, как... Причем это не позиционировалось как тренинг, по сути слова, клуб питерских волшебников вообще не звучал. Мне очень сильно запомнилось, как в конце, в самом конце, очень солидный мужчина произнес следующие слова. Он сказал, что мне очень счастливо думать, осознавать, что в этом мире есть такие люди, которых можно назвать словом волшебники. Я еще раз повторяю, в общем-то, слов клуб питерских волшебников тогда не возникало, не фигурировало, и, в общем-то, то, как этот человек сказал, ну, было очень так синхронно с самим со мной. Оп. Снова появился я. Это, да, действительно, как самый настоящий сегодня просто, я не знаю, чехарда ведущих. Один, другой, третий, но настоящий чехарда нас только ожидает впереди. Так вот, та самая фраза, которую я тоже хотел поделиться, она звучит следующим образом. Мы не стареем, когда перестаем играть, мы перестаем играть, когда стареем. Ну, то есть, смысл в том, действительно, что ты сначала перестаешь играть в какие-то игры, и только после этого начинаешь действительно чувствовать. Ты в какой-то момент перестаешь позволять себе быть этим самым ребенком, и только после этого начинаешь чувствовать себя, ну, чувствовать приближение, так сказать, возраста. Ну что, друзья мои, давайте я сейчас очень коротко посмотрю, что писали в ответ на мое предложение. А вспомните, когда последний раз ощущали вот такое вот присутствие игры в своей жизни. Мне надо было дочку привезти в школу рядом с домом после первого класса, а в этой школе не было вторых классов, не хватало детей. И тогда я приманила второклассников и звонила Вовану. Да, это такие, вы знаете, достаточно известные семаронские ритуалы. Позвонить Вовану, позвонить какому-то начальнику, приманивать кого-то. И это, это здорово. Я вижу, да, действительно, здесь собралось много волшебников. Кто-то заряжает кошелек. Кто-то, кто-то пишет про то, чтобы мы прыгнули в параллельную реальность. Ну, в общем, да, действительно, друзья мои, рецепт... Это существует огромное количество, как почувствовать себя волшебников, как сделать так, чтобы эта игра стала частью, стала частью тебя. Ну, что, друзья мои, в общем-то, очень приятно вот так вот иногда хотя бы встретиться, иногда хотя бы поговорить, поболтать, поделиться хорошими какими-то историями о себе и послушать, в общем-то, то, что с вами происходит, то, что с вами случается. И нам, ну, мы долго шли к этому, у нас было достаточно плодотворное, плодотворное, очень долго, очень тёплое, прекрасное, замечательное лето за плечами. У нас был, как обычно, фестиваль Верх Тормашки. Кто был на Верх Тормашках, поставьте, пожалуйста, плюсики, есть ли сейчас у нас такие люди здесь прямо в чате, которые в этом году, или давайте вообще, в принципе, которые хоть раз в жизни бывали на фестивале Верх Тормашки. Вот они, вот они, плюсики пошли. Наташа, ты нормально, да кто бы, господи, не сомневался, что ты была. Да-да-да. Фестиваль Верх Тормашки, друзья мои, это просто потрясающее событие в жизни каждого волшебника. И в этом году их было аж два, потому что кроме таких уже, ну, я не скажу, что привычных, потому что, как мне кажется, привыкнуть к этому, конечно, совершенно невозможно, но таких уже очень любимых питерских Тормашек. В этом году мы придумали еще и Верх Тормашки на юге, так сказать, сочные Верх Тормашки. И целых 10 дней, практически 2 недели мы отдыхали там. На будущий год наверняка сделаем то же самое, и желающие смогут к нам присоединиться. Сможем увидеть где-то, сможем увидеться где-то в очень-очень-очень теплых краях. Таким образом, да, действительно, лето было очень теплым, очень-очень-очень хорошим, и за это лето мы придумали кое-что. В общем-то, ни для кого не секрет, друзья мои, что клуб питерских волшебников существует уже очень много... Я все верчу на пальцы, друзья мои. Да, если кто не видел, давайте я сделаю вот так вот. У каждого волшебника где-то рядом есть какой-то, знаете, маленький артефакт, который придает еще немножко радости, еще немножко, да, позитива. Вот, друзья мои, мы бы хотели перенести вот это сообщество в интернет, потому что, смотрите, по флажкам просто можно посмотреть, здесь есть представители очень многих стран, конечно, в основном здесь, из России люди, ну, оно, в общем-то, и понятно, но, тем не менее, посмотрите, по флагам здесь огромное-огромное-огромное количество флагов других стран, и это просто прекрасно и вполне закономерно, что в Санкт-Петербург эти люди, ну, вот, не всегда могут подъехать. Поэтому специально для вас у нас есть совершенно потрясающее предложение. Мы хотим сделать клуб питерских волшебников в интернете, поскольку сейчас для этого есть все возможности. Поэтому на ближайший месяц у нас запланировано следующее. На ближайший месяц, друзья. Во-первых, наша сегодняшняя встреча вот с нашим замечательным этим знакомством с этой вебинарной комнатой, со всеми перебоями звука, со всем-совсем-совсем, это просто прелюдия, просто тренировка к тому, что начнется совсем скоро. Подобные вебинары, Симарон Компот, мы планируем делать и создавать еженедельно. Скорее всего, следующий вебинар будет в следующий понедельник же, то есть ровно через неделю. Для того, друзья мои, чтобы присутствовать на этом вебинаре, вам обязательно, обязательно нужно вступить будет в группу. Группу, которую создаст Вовчик Питерский, Владимир Родионов, наш замечательный модератор, наш главный волшебник в Сияруси. И в эту группу вам обязательно нужно будет вступить. Помимо этого вебинара, друзья мои, мы подготовились и мы собрали большое количество хороших ведущих, которые, ну, в общем, являются нашими друзьями, друзьями Клуба Питерских Волшебников, и все они согласились снести свет. Я не кидаю не всю свет, а ведущие тоже согласились снести свет в народ. Скорее всего, помимо Симарон Компота, нас ожидают. Вот Таташенька пишет, что группа уже есть, если вы скинете ссылочку прямо сюда в чат, эта ссылка будет очень-очень востребована. Я, наверное, попрошу у Вовчика, у Вова Родионова, да, вот, вот, смотрите, вот ссылочка, которая прилетела прямо из волшебной группы, это закрыто. Итак, вам нужно будет подать заявку и отписаться в Вовчику Питерскому, что я была на, или я был на вебинаре, прими меня, пожалуйста, прими, пожалуйста, мою заявочку. В ближайший месяц, как я уже сказал, вас ожидают целое количество вебинаров от, ну, в общем-то, и Симарон Компота, то есть от той троицы, которая сегодня периодически, да, с чехардовой просто чистотой сменялась. Мы действительно будем с вами, будем регулярно, будем вас развлекать, забавлять, что самое главное, заряжать волшебством, чтобы радости хватило вам на всю грядущую неделю. Помимо этого, нас ожидает еще достаточно большое количество вебинаров от разных других хороших классов ведущих клуба питерских волшебников. И самое главное, есть еще одна очень важная особенность в группе. Мы будем сформированы по отрядам, и каждому отряду будет представлен, назначен свой капитан. Мы начинаем своего рода волшебный марафон. Эти капитаны будут вместе со своей группой делать так, чтобы волшебство присутствовало в их жизни постоянно. Будут созданы чаты, отдельные чаты, ну, я думаю, что ВКонтакте зарегистрированы все отдельные чаты этих самых групп и капитаны будут следить за тем, чтобы волшебство присутствовало в вашей жизни. От вас, конечно же, друзья, будет требоваться активность. Активность в этой самой группе капитаны будут следить за этим очень тщательно. Если по какой-то причине вы исчезли очень надолго, к большому сожалению, из группы, ну, из группы, это, знаете, ну, такое оно сообщество, где ждут с распростертыми объятиями, но очень сильно хотят, чтобы активность тоже была. Из группы исключат, да, если в течение большого количества времени вы там не будете появляться. В группе будет большое количество интересных материалов, которые можно будет пообсуждать. Эти материалы будут касаться и каких-то волшебных техник, и разного рода систем знаний, которые, в общем-то, представят нам другие ведущие клуба пятистных волшебников. Короче говоря, мы переходим на интернет-рельсы, и, как мне кажется, это, ну, такое по-настоящему очень масштабное, очень знаковое событие, в том числе, конечно же, и в нашей жизни. Друзья мои, я вижу, что отклик, в общем-то, очень-очень позитивный, очень положительный. Вот пишет, что обожаю, да, как благодаря, очень понравилось, да, слово миллион, перемен требует наши сердца. Вот Алиска, она, да, она, ну, кто про что, а Алиска, она про Цоя. И, и это тоже, да, да, всем по миллиону, это правильно. Вот Вовчик еще раз кинул ссылочку. Я очень сильно подозреваю, Вов, что тебе нужно будет делать это просто регулярно, потому что комментарии просто плодятся, добавляются еще, еще, еще. Друзья мои, в общем-то, это можно сделать прямо сейчас, пока я говорю, пока я вещаю. Вы можете переходить по ссылке и нажимать на кнопку «Вступить в группу». Вступить в группу. После этого отписывайтесь Владимиру Родионову, Вовчику Родионову. Он, естественно, там самый главный, самый главный человек, самый главный организатор. И просите, чтобы ваша заявка была принята. Что будет дальше, вам обязательно будет рассказано. К вам будет представлен ваш капитан, который будет помогать, который будет рядом с вами, который будет самым настоящим ангелом-хранителем. Вот кто-то уже пишет, что заявки подали, и вот те, кто уже подал, тот обязательно прав. Тот, безусловно, молодец. Да, конечно, друзья мои, мест хватит на всех интернет. Это пространство безразмерное. Поэтому, безусловно, если заявку подали, то там вы и окажетесь. Да, действительно, это квест. Да, действительно, это такая своего рода большая игра. Большое, огромное приключение, в ходе которого каждый сможет почувствовать себя волшебником. Давно ждали, друзья мои, да, и это прекрасно. Я вижу, да, я вижу, как всем здорово. Эта группа, безусловно, не подняла по часам, будет расширяться, нас будет становиться все больше и больше и больше и больше. И это правильно, потому что волшебники в нашем мире должны уже, наконец, просыпаться, должны, наконец, уже отключаться, так, знаете, встряхиваться от всей этой матрицы и должны держаться друг друга. Потому что основной принцип клуба заключается в том, что, ну, как вы знаете, подобное притягивает подобное. И посмотрев на людей, которые тебя окружают, посмотрев на людей, с которыми ты общаешься, ты можешь сделать вывод, можешь сделать умозагрение, каким на самом деле и ты являешься. Потому что нас определяет наше окружение. И чем больше мы общаемся с радостными, позитивными, оптимистичными людьми, тем больше этой самой радости и оптимизма становится и в нашей жизни. Да, совершенно правильно, мы спасем мир. Друзья мои, вступаем, вступаем, вступаем в нашу группу. Сейчас, дорогие мои коллеги на сегодня, Виолетта и Наташенька, если, мои родные, у вас есть еще что сказать, если вы еще хотите... Да, безусловно, мы закончим маленьким симаронским ритуалом, ну, так сказать, дорожку, да, чтобы было как порадоваться. Он будет супер маленький и супер простой, но он, безусловно, будет, как без этого. Мои родные, мои коллеги, мои соучастницы сегодня, Виолетта и Наташенька, если у вас есть еще что сказать, подключайтесь. Сейчас есть такая возможность, я, как мне кажется, рассказал о самом главном. Виолетта, да, мы тебя ждем, давай, дорогая, давай. Я подключилась, да, я буквально сказать несколько слов, такое нам на путь всем с вами. Мы давно ждали, действительно, для того, чтобы объединиться, чтобы все единомышленники, наконец, друг с другом познакомились, потому что мы из разных стран и городов, и волшебно, то есть сексуально объединяйтесь. Мне хочется пожелать вам удачи в этой игре, мы с вами будем вместе, будем вашими капитанами, будем вам помогать, наставлять и так далее. Давайте волшебный пендель, если это необходимо. Много вкусностей для тех, кто еще там точно не решил идти или не идти. Друзья, несколько вебинаров, да, их будет 4 с «Маронкомпот» и еще 4 с нашими ведущими, и, конечно же, разрабатываемые интересные задания. Ну, плюс, конечно, как сказал Вовчук, будут какие-то приятные бонусы на мероприятия для тех, кто имеет возможность приезжать или приходить на них. Поэтому, друзья мои, значит, я желаю нам удачи, передаю слово Никите. Никита, давай-ка запускай наш ритуальчик, отдаю тебе слово. Оп-оп-оп, а вот и снова я. Давайте, кстати, подведем какие-то, может быть, итоги, результаты. Ну, вот как настроение, да, после сегодняшнего мероприятия, после того, как мы с вами встретились спустя очень долгое время, немножечко пообщались. Напишите, пожалуйста, буквально в двух словах в чат, скиньте свое состояние, описанное буквально в пары слов, как вы себя чувствуете, как вы себя ощущаете. Калевных, красивых, волшебных, позитивных, замечательных людей, и мы общаемся сразу в режиме онлайн. Но вот получилось, как, в общем-то, получилось, как мне кажется, тоже было очень хорошо. Ну что, смотрите, вот у нас состояние. Бодрит, внутренняя улыбка супер, отлично, волшебно, уверенно, улыбаюсь, шикарное, классное, позитивное. Огромное спасибо за мурчально. Друзья мои, это очень хорошо. Я очень надеюсь, что вот этих крыльев, которые сейчас выросли за спиной у каждого из нас, их хватит на долгое время. Я еще раз хочу напомнить, что уже буквально через неделю мы встретимся снова. И я очень сильно надеюсь, что теперь эти встречи будут регулярные. И вот на этой волне мне очень хочется сделать следующее. Смотрите, да, вот если уж говорить о ритуале, ну, каждый, естественно, загадайте какое-то намерение, которое сейчас у вас есть. И вот с этим самым намерением, друзья мои, ваша задача в течение ближайших суток, то есть это 24 часа, то есть до завтрашнего вечера, ваша задача обнять 27 людей. Вот кто-то завтра порадует всех на работе, вот Виолетта мужа успела обнять, мужа успела обнять, друзья мои. А еще, значит, осталось 26, ну, Виолетта, я думаю, ты себя-то тоже, естественно, обнимешь, да? И тогда останется 25. Так что, друзья мои, 27 человек за суток вечера, пожалуйста, обнимите, обнимите, а в следующий раз, когда встретимся, давайте поделимся, конечно же, результатами, как, у кого, сколько получилось обнять, у кого больше, у кого, какие эмоции при этом возникли, у кого какие следствия, последствия всего остального. Пускай, действительно, все у вас в жизни будет волшебно, и я хочу, чтобы вы, действительно, сейчас, сегодня, уже, уже в эту секунду осознали один простой факт. Клуб питерских волшебников пришел в интернет, а это значит, что Клуб питерских волшебников очень прочно становится, становится частью жизни каждого абсолютно человека на планете Земля. И это здорово. Я тоже вам хочу пожелать чудесной недели, чудесного месяца, чудесного года. Я желаю, чтобы вы увидели чудеса везде. Никита посылал всех в нотики, и я вас тоже, всех, друзья, поцелую. Вы знаете, чтобы закончить на вообще веселой, такой крутой ноте, у нас, знаете, вот этим летом на верштормашках был офигительный флешмоб. Это когда куча людей, которые мыслят очень-очень похожи, в едином направлении, куча единомышленников и ведущих танцуют, собираются все вместе, и совершенно неожиданно в едином порыве двигаются одинаково. И, конечно же, булочки, Алиса уже догадалась, конечно же, шевелите булками наши наставления вам, друзья, шевелите булками наш призыв вам, и, конечно же, булки, они же и батоны. Поэтому, друзья, вам приятного просмотра, мы вас очень любим, давайте вместе тусить, давайте волшебенить, давайте пенделей друг другу раздавать, чтобы в нашей жизни появилось все, что нам очень-очень хочется.